Привет-привет, дорогие друзья! Совсем недавно прошел стрим разработчиков игры Concurious Blade. Для тех, кто не знает, поясню. Разработчиками игры является компания Booming Games. Китайская компания. Да, к сожалению, китайский язык я не знаю, но, тем не менее, с этого стрима мне все равно удалось узнать кое-что интересное. И это сейчас я вам покажу. Большую часть времени на этом стриме разработчики общались между собой. Естественно, обсуждали игру, говорили о ее будущем. Как я уже сказал, выше китайского языка я, к сожалению, не знаю. Но, тем не менее, они показывали арты новых карт. Опять-таки, я не знаю, на какой стадии разработки находятся эти карты. Показывали всего лишь их изображение. Даже не 3D-картинку. И смею предположить, что, скорее всего, это будет не в ближайшем будущем. Что меня заинтересовало из всех этих изображений, это Великая Китайская Стена. Интересно, будет ли такая карта? Естественно, не на всю длину Китайской Стены. Хотя, кто его знает? Так, возможно, разработчики на глобальной карте попытаются реализовать эту Великую Китайскую Стену. Или, может быть, будет просто какой-то кусочек. И у нас будет, например, какой-нибудь ивент. Типа, защищайте определенное количество времени эту стену. Удалось вам защитить, значит, получаете плюшки. Не удалось, не получаете. Это, конечно же, сугубо мое предположение. Давайте представим, какой можно сделать ивент. Берется определенный участок Китайской Стены. И просто его мобы постоянно атакуют. Ваша задача ее защищать. И сколько наплывов мобов вы выдержите, сколько волн атакующих мобов вы отобьете, такое будет вам и вознаграждение. Этот режим можно было поставить вместо 20-х и 40-х ПВЕшек. Как по мне, они вообще не нужны. На данный момент можно вообще оставить один ПВЕ режим и балансить его в зависимости от уровней игрока, который заходит в этот режим. И все. А еженедельное задание можно сделать, как сейчас с захватами, либо осадами. За 3, 6 и 9 побед в ПВЕ режиме. Такс, что-то меня не туда немножко понесло. Я уже начал рассуждать о возможных изменениях в игре. О будущем игре это немножко не то. И давайте вернемся к нашему стриму от разработчиков. Еще на этом стриме были показаны новые виды войск, которые будут добавлены в игру. Опять-таки, на какой стадии разработки находятся эти войска, я не знаю. Это будут монголы. 5 новых отрядов. 4 отряда конницы и 1 отряд пехоты лучников. 2 из этих 4 конных отрядов будут конные лучники. Что-то мне кажется, в игре становится слишком много конницы. Пора бы уже и какие-нибудь карты побольше. Да и бои можно там, например, 20 на 20. Но опять-таки, для этого нужны карты побольше. Я не знаю, когда будут добавлены в игру эти новые отряды. Также не знаю, на какой стадии разработки они находятся. Ну, скорее всего, даже нет 3D-моделек, учитывая то, что нам их просто не показали. Хотя я и могу ошибаться. Возможно, до добавления этих отрядов будут добавлены еще какие-то другие отряды. Опять-таки, тоже не знаю. На данном этапе на фронтире есть 5 новых отрядов в ротанговой броне. Видео, по которым я уже делал в свое время. Если хотите, можете посмотреть. Ссылочку оставлю под этим видео. И может быть, они будут следующими отрядами, которые добавят. А может и нет. Не знаю. Ну, собственно, это все, что удалось мне выяснить из этого стрима. Пойду учить китайский язык. На этом все. С вами был Алексей. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok